Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моим подаркам на день рождения, который у меня сегодня был. Вообще, родилась я в 17.00, поэтому я пока еще... он еще не закончился, но и день-то пока в принципе не закончился. Меня тут подружка Юлька хотела фотографии увидеть подарков, но что-то каждый подарок фотографировать отдельно мне лениво было, решила я просто записать обзорчик маленький. Начну я, пожалуй, с подарка от последней, которую у меня сегодня за день был. Это от моей подружки Маши, с которой мы сидели сегодня в кафе Орхидея. Вообще повезло очень. У нас это кафе Орхидея на 14 февраля либо не работает. Это когда я свое 30-летие отмечала, и мы решили сначала там отмечать. В результате очень долго ходили по городу, прежде чем куда-то забрели. В прошлом году оно было закрыто изнутри на какой-то там сабантуй, возможно, для сотрудников. А в этот раз оно даже до 10 работало, но мы в принципе ушли чуть раньше, уже где-то около половины девятого была дома. В общем, вот эта вот медалька. Ну, у нас с Машей вообще стебное такое отношение дружески, поэтому то, что оно называется любимой, это просто стеб. Она называет меня Пингвой, я ее называю Козочкой. Раньше Козочка Александра и Пингва Синтия. Раньше она, по-моему, была гусыней, но я не помню, как гусыню звали, откровенно говоря. Потом она просто спрашивала, что я хочу в подарок. Получилось так, что у меня день полотенечек, потому что моя тетушка мне подарила полотенчики, но и Маша. Но они все разные. Вот такие вот полотенчики, желтенькие, перевязанные ленточкой. Сейчас я их вскрою. Там, по-моему, одно полотенчико должно быть с обезьянками. И код обезьяны, я люблю как раз обезьянок. Вот такие вот. Такой красивой желтой ленточкой перевязанной. Сейчас как раз я вместе с вами их увижу. Ну, небольшой такой для лица и рук. Сто процентный хлопок. Да, вот это обезьянки. Причем я, Маша, сказала, что это обезьянки. Она, значит, ой, я, говорит, не заметила. Такой прикольный с обезьянками. И вторая желтенькая тоже. Ну, только побледнее. Просто, по-моему, без рисунка, без всякого. Вот с такой просто ленточкой снизу. Но уже без обезьянок. И еще открытка была. В день рождения. Открытка, кстати, электронные открытки. Открытка с кошечкой. Тут такие фигни налеплены, как два цветочка и бабочка. И Маша, конечно, ничего не подписывала. Тут уже было все готовое. Я думаю, будет видно. Надеюсь, будет видно. Тут такой, как пакетик. Это все покрывающий. Чтобы не отвалилось, видимо. Но могу прочитать. Тут любви и улыбок и радости чаще. Чтобы хотелось мурлыкачать счастье. Ну, такой подкол. Так, и последнее полотенце от Маши. Такое. Тут снеговики. Но она мне сказала, я, говорит, думала, что это пингвины. Я тоже сначала думала, что это пингвины. А потом оказалось снеговики. Ну, снеговики от пингвинов недалеко ушли, я думаю. Мы решили, что это пингвин. Будет. Вот. Такое длинное. Как раз, так сказать, напомыв головы. Мягкое белое полотенце. Вообще, мне еще на следующей неделе пару подарков будет, как минимум. От подружки Ирки и еще подруги моей мамы. Так, следующий у меня подарок от сестер. Это вообще был второй подарок. Ну, первый мне бабулька подарила там денежку, так сказать. С денежкой я не буду светить. Денежка она и есть, денежка. Второй у меня приехала сестра. Обычно мы собираемся где-то в первой половине дня. Но иногда они в родище вообще приезжают. Мы сидим, пьем чай с тортиком. Потом я куда-нибудь иду отмечать. В этот раз у меня тортик был куплен уже позже. Я вчера с Аленкой когда рассталась, я приехала домой, напрямую домой с автобуса. И только дома уже поняла, что тортик не купила. Покупала уже где-то около двух. Это вот прикольная такая пижамка. На самом деле, я очень хотела пижамку какую-нибудь, но никому не озвучивала. В общем, угадали мое желание. Такие вот шортики. Причем с кармашками. Можно что-нибудь положить. Прикольная. И к ним такая маечка. Причем там была такая бирочка. Было написано сороковой размер. Теперь я знаю, какой у меня размер. Сзади она полосатая. А спереди с таким прикольным мишкой. Кажется, это мишки Теддель. Как-то так их называют. Ну, это хлопок тоже 100% натуральный. Ну, и в довесок была шоколадка Альпенгольд. На самом деле, я не очень люблю с изюмом. Я вообще не люблю изюм в чем-то. Я могу его есть в сухом виде. Но вот в всем остальном... Хотя, в принципе, она молочная. Думаю, если что, она у меня так слопается во время перевода какого-нибудь. Тут фундук и изюм. Молочный шоколад. 90 грамм. Вот такой подарок от сестер. Сейчас я это обратно... И последний за сегодня огромный, шикарный. Тоже полотенчики. Вот в такой красивой коробочке. Так она. От моей тетушки. Правда, мы их уже открывали. И они немножко местами были переставлены. Но лежали примерно так же. Причем, так сказать, для головы и для тела. Вот эта для головы. Она с розами. Оба с розами. Большое такое хлопок. Махровое банное полотенчико. Розочки. Вообще, я люблю розочки. И такое же я уж не буду его распускать. Оно, по-моему, 50 на 140 сантиметров. Такое классическое. Или 70 на 140. Но большое довольно полотенчико. Вот здесь вот родское. Оно такое белое. Вообще, оно само все белое. Кроме вот этой окантовочки из двух концов. И здесь вот цветочка такой. Сейчас, кстати, уточню. Да, 1,90 на 50. Это красное было. И 70 на 140. Это вот как раз белое. Вот такие у меня подарочки сегодня были. Если вам было интересно, ну, я рада, наверное. Ну, и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok